Добрый день. Добрый день. Мы рады вас приветствовать всех в этот раз не в Доме русского зарубежья, как обычно, а в прямом эфире онлайн. Наш семинар для тех, кто вдруг первый раз подключился, проходит уже 12 лет. И это обычно происходит в помещении Дома русского зарубежья. И ведем его мы вместе с президентом фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского Еленой Юрьевной Садовниковой. И вот сегодня, как Саша уже сказала, первый раз у нас такой новый формат, но при этом остается все по-прежнему. В центре семинара каждый раз у нас стоит какой-то текст владыки. И вот в этот раз это вот эта книжечка «Хаос. Закон. Свобода», которая вышла в прошлом году в издательстве Никея вместе с фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского. И мы хотели взять за основной текст, и предлагалось его всем, прочитать первую главу из этой книги, собственно, по которой и назван семинар «Хаос, гармония и мир порядка». И предлагались, как обычно, вопросы для размышления, что значит для нас порядок, в котором мы пытаемся привести окружающий мир и собственную жизнь, как справиться с хаосом в душе и в жизни, как к нему относиться, что такое свобода, как научиться быть свободными. Ну и вот эта тема хаосом, которую размышляет владыка не только здесь, но во многих своих произведениях, сегодня, с чего Саша уже и начала, стала какой-то неожиданно по-новому актуальной, когда мы сталкиваемся с совершенно новыми условиями жизни и пытаемся в них как-то жить и находить какие-то творческие возможности. Ну, собственно, и начать мы хотели, как обычно, с видеофрагмента Владыки, в котором он как раз, это запись 1999 года, в котором Владыка и размышляет о том, что такое хаос, и использует парадоксальное совершенно выражение «творческий хаос». Ну и сразу вот два слова перед тем, как мы перейдем к отрывку, что модерировать сегодняшний семинар будет сотрудник фонда, один из друзей фонда «Духовное наследие» антрополита Антония Сырожского, Саша Базурина. Ну и так, слово Владыке. Да, сейчас я с вами поделюсь. Я попрошу тех, у кого есть голос, сказать, вы видите сейчас? Да, да, видим. Отлично, тогда мы начинаем просмотр. Значит, все видят. Ему была дана. Это была приобщенность к божественности. Изначальная, но приобщенность. Это была совершенная, сияющая, благодатная невинность, которая должна была превратиться постепенно, раскрыться, вырасти, надвести. Ой, простите, пожалуйста, это был, видимо, прошу прощения, это... Видимо, конец. Конец, извините, пожалуйста, я не успела проследить за этим. Видео убежало, пока мы готовились. Да, онлайн-семинар делает наши встречи очень живыми, очень настоящими. Еще раз. Вы, может быть, помните, что говорил о том, что Вселенная вся возникла от творческого слова. Бог сказал, будь. И в этом будь, он говорил одновременно, я тебя люблю и хочу, чтобы ты была. Для того, чтобы со мной разделить все блаженство мое. Будь, будь, ты любима. И Вселенная появилась. И как я старался объяснить, в Ветхом Завете сказано, что когда она родилась от этого творческого слова, она была хаосом, но не в том смысле, в котором мы обыкновенно говорим о хаосе, как о разрушенных городах, о сгоревших домах, о судьбах человеческих, которые разрушены человеческой злобой. Нет. Это был хаос в другом смысле. Это была совокупность всех еще не проявившихся, не открывшихся возможностей. Этот хаос был совокупностью всего того, что могло стать и еще может стать. Над этим хаосом дышал Святой Дух, выпивая из глубины этого хаоса, из совокупности всех, не раскрывшихся еще возможностей, одну возможность после другой. Раскрывалась земля, раскрывалось море, раскрывалось небо, раскрывались светила, раскрывались растения, раскрывались животные. И, наконец, отдельным действием Божьим открылся человек. И вот в этом раскрытии хаоса, становящегося космосом, то есть это греческое слово, которое значит «красотой», из возможностей, становящейся реальностью все более славной, дивной красоты, это совершалось действием того, что Святой Григорий Палома называет «энергиями Божьими», то есть самим Богом, пронизывающим свое творение, приобщающим это творение к творческому становлению. В конечном итоге, когда начали разверзаться все возможности, раскрываться вся красота и глубина Вселенной, без конца Бог сотворил человека, и человека Он сотворил из праха. То есть Он его сотворил из основного материала сотворенного им мира, для того, чтобы человек был бы сродни всему тому, что было создано. Он не вершина, которая стала бы чуждой, глубином. Он принадлежал и принадлежит. Он сродни всему тому, что есть. От самого малого атома до самой великой галаксии, проходя через все, все, что было сотворено, и что раскрывается постепенно перед нами. И в человека Господь вдохнул свое собственное дыхание. Он приобщил человека при его сотворении к себе самому. Это не то, что жизнь ему была дана. Это была приобщенность к божественности. Изначальная, но приобщенность. Это была совершенная, сияющая, благодатная невинность, которая должна была превратиться постепенно, раскрыться, вырасти в святость. На этот раз видео мы посмотрели целиком. Еще раз прошу прощения. Правильную трансляцию. А сейчас мы можем переходить к докладу отца Михаила. Михаил Брейверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Санкт-Петербург, первый заместитель отдела образования по благочиням в Санкт-Петербурге, соавтор книги «Жизнь рядом», а также лециклопедии православного благослужения. Сегодня у нас в гостях с очень интересным докладом «Свобода в несвободном мире». Мы его очень ждали. Передаем слово. Дорогие друзья, Владыка Антоний Сурожский, чью книгу мы сегодня представляем, говорил сам о себе, что он не богослов, имея в виду то, что он получил научное медицинское образование. Но так если Владыка не богослов, что сказать о нас, простых, грешных, немощных людях? Поэтому, конечно, говорить, если не в присутствии Владыки, то в присутствии его книги о вещах значимых, духовных и богословских, конечно, слишком дерзновенно. Но кратко скажем, обращаясь, конечно, к опыту самого Владыки, для того, чтобы понять свою ограниченность с свободой, не обязательно, чтобы наступали времена пандемии, карантина, каждый человек понимает свою ограниченность. Мы пришли в этот мир, не выбирая ни времени, ни места рождения, не выбирая специфических, физических или душевных качеств. Мы зависимы от очень многого. Мы зависимы от погоды, от пищи, от кислорода, от курса рубля. В чем же тогда состоит царственная человеческая свобода, о которой апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, братья, сестры, само собой разумеется. В чем свобода человека, если человек так ограничен? Судя по всему, свобода в человеке кренится в его Творце. Человека Господь почтил своим образом. И поле на абсолютном свободе один Господь Бог. А поскольку мы даем в себе его образ, то изначально мы и были свободными. Свободными от страстей, свободными от греха. Поэтому свидетель Кирилл Александрийский и писал, что люди изначально в это время грехопадения. Человек оказался ниже своего призвания. Человек стал и смертным, отступив от источника жизни Господа Бога, о смертности предшествует болезни, слезы, страдания, наши греховности. В чем же тогда реализация нашей свободы? Жил такой человек, Эрик Хром, который когда-то из нацистской Германии бежал, уехал в Америку. И центральная тема психологических изысканий Хрома это свобода. Одну из книг он так и назвал бегство от свободы. То есть свобода предполагает ответственность. И человек, чтобы не нести ее, перекладывает свою свободу, свое решение на кого-то другого. но Хром и говорит, что существует и положительный опыт разрешения свободы и ответственности. Это прежде всего труд, который преображает и человека, и мир вокруг него. И это прежде всего любовь, которая объединяет человека с другими. А вот на самом деле апостол, евангелист, анбогослов так утверждает, Бог есть любовь. И раз Бог есть любовь, то соответственно прийти к Нему можно только через любовь, возлюбив Его всем сердцем, всем помышлением. а любить можно только свободно. И вот получается, что наша царственная свобода это именно свобода любить Бога и в нем обретать действительно и ответственность и подлинную высоту призвания быть и детьми живого Бога и людьми, которые за свою жизнь ответственны. Очень интересно, что когда-то в 7 веке в церкви шли споры о человеческой воле Христа Спасителя. Они пришли на смену спорам о божественной и человеческой природе Христа. И раз Христос подлинный человек, Он подлинный Бог, то соответственно у Него есть еще и человеческая воля. Но человеческая воля Христа во всем согласна с Его же волей Божественной, общей с Отцом. Помните сцену Гефсиманского боления, когда Христос, будучи подлинной жизнью и подлинным человеком, ужасается тому, что Ему предстоят крестные страдания, и тем не менее говорит Отцу Небесному, но не моя, но Твоя воля да будет. И вот преподобный Максим Исповедник, рассуждая о воле Христа Спасителя, говорил о том, что во Христе была только одна естественная воля, воля к Богу, воля к добру, воля к свету. А в человеке есть еще и другая воля, которая появилась после грехопадения. Преподобный Максим назвал ее гномической волей. От слова гноми выбор. И вот эта воля и заставляет нас страдать и путаться в том, а что же нам выбрать, и на самом деле эта гномическая воля, воля выбора, она свидетельствует о нашей греховности, потому что мы можем убирать между хорошим и между плохим. Это уже следствие, показатель нашего падения. Или мы не знаем, как нам поступить, это тоже следствие потери Богообщения, когда мы не можем знать волю нашего Небесного Отца. Знаете, как приходит человек к психологу, например, и жаловаться, что у него стресс, связанный с его работой. А кем вы работаете? Я работаю в овощном магазине, я сортирую помидоры в один ящик крупный, другой ящик мелкий. Так а в чем же стресс? Вы не понимаете, я весь день нахожусь перед выбором. и так будем знать, что свобода выбора это не наша царственная свобода. Наша царственная свобода детей Божьих это предать себя в руки Божьи. Наконец, попытаться научиться Бога любить и двигаться по этому пути, чтобы на нас действительно свершалась благая воля Небесного Отца. Пока все. Спасибо. Если сейчас кто-то хочет задать вопрос, то это можно сделать в чате. Мы готовы принимать ваши вопросы. Также те, у кого включен микрофон, могут воспользоваться звуком и озвучить то, что волнует. Вот я вижу, что Наталья включила микрофон и Александр Александрович. Наташа? Нет, я просто включил свет. Устал свет. Смечательно. Так. Вот у нас есть такой вопрос. Для меня выбирать самое сложное в этой жизни, что помогает делать верный выбор? Молитве Отче Наш, той единственной молитве, которую нам поставил Господь Иисус Христос, Он научил нас, обращаясь к Богу, говорить, да будет воля Твоя, яком на небеси и на землю. Это прошение именно о том, чтобы в нашей жизни, в жизни нас, людей, которые воли Бога не знают, тем не менее, эта воля совершалась. Поэтому, конечно, каждый день обращаемся к Отцу Небесному, но и духовно растет. Да, спасибо. У меня тоже бывают ситуации, когда не знаешь, что выбрать. Да, да. Причем есть вещи равноценные, поехать на метро или метро-двай. Да, или остаться дома, как у Вас тоже был выбор, приехать к нам или остаться. Владыка Антония, которому посвящена сегодня наша встреча, говорил, святил и святых отцов, ничего, не искать, ничего, не отказываться. Поэтому сегодня мы с Вами. Да, спасибо. И мне кажется, что наш чат еще не окончательно может быть освоен участниками. На этом пока вопросы к Отцу Михаилу закончились. Ну и хорошо. Так замечательно, это нет вопросов, когда все ясно. Когда все ясно, да. я думаю, что мы можем переходить к нашему следующему докладчику, участнику, Александру Николаевичу Архангельскому. Александр Николаевич, литературовед, писатель, телеведущий, литературный критик, кандидат психологических наук, профессор Высшей школы экономики. Передаю вам слово. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, слышно ли меня? Нам слышно хорошо в нашей пластине. Хорошо, спасибо. Ну, да, и сразу поправка, я все-таки немножко уже беглый литературный критик, так что мне приписывают те полномочек, которых у меня уже давно нет, но не важно, важно другое. Отец Михаил начал с того, что рядом с Владыкой и Антонием все мы не богословы, а при этом сам он говорил, что он не богослов, но вот я не богослов в квадрате, потому что никаких компетенций богословских у меня нет. Я просто могу поделиться размышлениями в связи с этой великой главой о хаосе, свободе и порядке применительно к той сфере, с которой я действительно в последние лет 10 более плотно, профессионально связан и которая не входила в сферу рассмотрения самого Владыки, хотя, как мы убедимся, и при ней работает многое с того, о чем мы и говорим, это цифровое пространство. Это то самое пространство, применительно к которому поговорить о свободе, хаосе и порядке жизненно важно, в силу того, что осмыслением этого самого цифрового пространства занимаются, как правило, люди либо неверующие, либо никак и мыслящие религиозно, а люди христианские, мыслящие, как правило, не как правило, довольно часто, относятся к этому пространству предельно настороженно, в лучшем случае скептически, противопоставляют виртуальное реальному и говорят, что вот реально это хорошо, а виртуальное это плохо, потому что реальное это то, что присутствует с нами, при нас, а виртуальное это то, что иллюзорное, то, что вводит нас от этой самой реальности. Ну вот, мы попали в мир, где даже богословские и псевдобогословские, как в моем случае, размышления нужно устраивать за пределами так называемого реального пространства, просто потому, что в нем мы все встретиться не можем. Мы идем через посредства этого искусственного цифрового мира друг к другу и вдруг ставим вопросы, которые Владыка ставил применительно к другим обстоятельствам, но, как ни странно, это все распространяется на цифровое наше существование. В его книге, выходившем по-русски «Может ли еще молиться современный человек», это фонд «Христианской жизни» выпускал в 99-м году, есть приложение бесед, глава, который называется «Как быть христианином вдали от храма». Никто в 99-м году не думал, что будет пандемия, но тот опыт, который был у Владыки, как у человека, жившего в эмиграции, в эмиграции не проник, причем иногда и в прячущемся от преследования и так далее, когда ты не можешь идти в храм, вдруг надо подумать, как оставаться христианином, что значит быть единым со всем миром и клиром за пределами храма. Вдруг мы оказались все в этой ситуации, ну не все, по крайней мере, наши итальянские братья и сестры в этой ситуации уже оказались, когда возможно это будет за пределами чумы первая пасха с закрытыми храмом. И вопрос встает, а как мы можем быть едины и что значит эта самая единая чаша. Вот как только святейший патриарх вел, и я обеими руками поддерживаю, санитарные ограничения, братья Троица Сергиевой Лавры восстало, и можно над ними иронизировать, но в общем, если честно, то логика присуща очень многим. Есть некоторая реальность, есть некоторые физические объекты, и вот мы вокруг этих физических объектов соединяемся, и чаша это та чаша, которая в руках, только та чаша, которая в руках у священника, выходящего причащать людей. Но ведь мы причащаемся из одной чаши в другом смысле, не только из одной чаши в каждом данном конкретном приходе, но и в той чаши, которая и есть та единая чаша вокруг которой мы собрались. И вот станет перед нами более сложной проблемой, повторяю, как быть с цифровой исповедью, как быть с общей молитвой в цифровом пространстве. Вдруг поясняется, что это не так далеко где-то от нас, а это рядом с нами, и что такое иллюзорное, что такое реальное, надо переосмыслять заново. И если мы задумаемся о том, что такое виртуальное пространство, мы уже споем, что все категории, которые должны быть переосмыслены. В вечности нет ни виртуального, ни реального, потому что в вечности все реально. А в нашем мире все двойственно до той поры, пока не будет просвечено светом вечности. И в этом, мне кажется, проблема. Проблема не в том, что цифровой мир иллюзорен, а реальный мир реальный. На самом деле реальный мир столь же иллюзорен, сколь и цифровой реальный. Мы, кто мы в этом мире, как мы поступаем, как мы действуем, что мы в этом мире производим. И очень часто христианские, обостренно чувствующие люди вдруг неожиданно по отношению к цифровому миру занимают позицию управляющего государства. Да, почему? Потому что там в цифровом мире хаос, там можно все, следовательно, надо навести порядок. Ну, а что такое навести порядок? Навести порядок, это значит все выстроить по ранжиру, уничтожить этот самый неприятный хаос, но как только мы уничтожим неприятный хаос, вместе с ним мы уничтожим творчество. Я процитирую слова Владыки о хаосе не по той книжке, просто мне не очень удобно работать одновременно с экраном из цитаты, которые у меня на компьютере, но я по третьему тому трудов Владыки процитирую о хаосе. Гораздо легче жить поверхностно, жить, так сказать, на уровне взаимоотношений с внешним миром, жить в мире с нравственными требованиями, с обрядами, правилами, соответственно, природе, чем рискнуть вступить на неведомый путь и согласиться жить всей своей личностью со всей своей глубиной. И в результате мы очень много исключаем из своей жизни, мы очень обедняем себя в каком-то из своих сочинений ницше, и эту мысль Владыка цитирует и в книжке, которая перед нами, чтобы породить звезду, нужно нести в себе хаос. Мы склонны стремиться к безопасности и ограничивать хаос или сделать все, что в наших силах, чтобы наш хаос застыл, окаменел, так, чтобы из него не возникло ничего такого, чего бы мы не испугались, что поставит под опасность наше душевное спокойствие, наше ощущение безопасности. Это про цифровой мир вполне можно сказать. Цифровой мир хаотичен. Хаос в обоих смыслах хаос как синоним опасности и хаос как предвестие своего творчества. В этом мире можно строить на пустыре. Это пустырь. Цифровой мир это пустырь. Там можно построить храм, можно построить кабак. Что ты построишь, что любит. И в этом смысле это воплощенное пространство ответственное свободы. Что построишь, что и получишь. Но такая свободность другого. Это тот самый выбор, с которого начал отец Михаил. Это сложнее, чем выбирать помидоры, отделять крупные от мелких. Но это тоже самое пространство выбора ежеминутного, ежедневного, касающегося нашего сетевого поведения, которое тоже может быть описано вполне в христианских понятиях. Скажем так, мы в обычной жизни, которая привыклена за реальность, следим за своими высказываниями, следим за чистотой, за гигиеной. В пространстве цифровом мы часто перестаем помнить о том, что выбор постоянен. В том числе и выбор того, что ты ретранслируешь. Не только то, что ты говоришь сам, но и то, что ты воспроизводишь. Даже из лучших побуждений ты можешь распространять фейки. И эти фейки, вообще-то говоря, безобидны, но они на самом деле наводняют пространство вокруг нас хаосом безначали. Не тем творческим хаосом, который предшествует свободе и предшествует настоящему творчеству, а тем хаосом, который завихряет нас и распыляет наше созерцательное внимание. Ну, можно, например, распространять знаменитый фейк о том, что Папа Римский пообещал ад всем, кто рассылает голосовые сообщения, причем распространять всерьез, многие вполне себе умные и тонкие люди это распространяли, а можно использовать это пространство для другого, как, например, использовала совсем недавно Ольга Седокова, процитировав, переведя и процитировав настоящие слова Папы Римского Франциска. Воздержись от обидных слов и говори добрые слова. Воздержись от печали и исполнись благодарностью. Воздержись от гнева и исполнись терпением. Воздержись от пессимизма и исполнись надеждой. Воздержись от беспокойства и доверия Господу. Воздержись от жалоб и созерцая простоту. Воздержись от давления и молись. Воздержись от горечи и исполни сердце радостью. Воздержись от эгоизма и будь сострадателем воздержись от обиженности и примирись воздержись от слов и молчи чтобы слушать вот это мне кажется и есть пример того как мы используем цифровое пространство для самореализации когда хаос царящие в сетевом мире равен тому которым говорил владыка я сейчас но тем не менее важно что важно что нет ничего принципиально нового в этом цифровом пространстве того чего не было бы в мире реально поэтому мне кажется хватит противопоставлять реальное иллюзорному потому что все реально в той мере в какой мы делаем выбор мы делаем выбор в той мере в какой мы свободны мы свободны в той мере какой не боимся хаоса потому что мы намерены творить из него гармонию космос спасибо и так мы можем перейти к вопросам и у нас есть вопрос и высказывание так понимаю спасибо в том числе что подняли тему как быть христианином за пределом храма мир сегодня настоящий хаос и речь далеко не только про сложность сегодня посещать храм много тревоги неопределенности страха владыка антоний призывает человек может принять хаос встать лицом к лицу с ним только в том случае если он как бог имеет право дать этому хаосу право на существование как вы понимаете это право на существование получается ли это ведь не рождающий звезду хаос а разрушающий понятен ли вопрос я попробую осмыслить этот вопрос в процессе ответа слои которые мне понятно есть слои которые в вопросе которыми не до конца отец михаил тоже нашел цитату которую я потерял и она может быть отчасти на то чтобы вопросе хаос который предшествует порядку гармонии красоте живет ожиданием того что родится из него что придаст ему смысл мне кажется что вот это и есть и значит наше существование мы в растерянности и дальше что мы выходим в сетевое пространство которое дало нам свободу высказываем мы можем использовать эту свободу для того чтобы сеять усиливать растерянность а можем попытаться ее эту растерянность ослабить и вместе с другими не обязательно учить кого-то тому чего ты не умеешь сам но создать вокруг себя пространство доверия собрать людей которые готовы вместе с тобой думать и разговаривать с теми кто готов разговаривать а можно можно развивать агрессию и тогда эта тревога пойдет дальше и дальше но это тоже самое пространство выбора как любое другое я моя мысль проста нет никакого отдельного отдельных законов цифрового пространства виртуальность это такая же реальность как и любая другая. Реальность в нашем мире столь же иллюзорна, сколь и виртуальная реальность в той мере, в какой мы входим в это пространство, не опираясь на Христа. Все. Да, да. Я ничего не имею. Спасибо. Отец Михаил. Спасибо, Александр Николаевич. Я с вами полностью согласен, что человек есть цельное существо. Человек не живет отдельно тельному, отдельно душой, отдельно духом. Человек — это цельность. И, соответственно, все стороны жизни, будь это в студии, будь это в интернет-пространстве, это явление одного и того же цельного человека. Просто что касается вопроса, как принять хаос, владыка Антоний говорит о самом главном, о встрече человека с Богом. И он в этой книге замечательно пишет, вернее, говорит, а слова уже отпечатаны, о том, чтобы встреча человека с Богом стала реальностью. Необходимо человеку принять и себя тоже таким, каков человек есть. А человек, встречаясь сам собой, встречает и хаос в том числе. И из этого хаоса может быть положительный, светлый выход, то есть выбор Бога и движение к свету. Да, спасибо. Спасибо, владыка Антония. Спасибо. Однако вот у меня есть также довольно сложно сформулировать вопрос, он как-то формулируется в процессе размышления, но вот в этом тексте меня лично озадачивает возможность существования такого положительного хаоса и разрушительного хаоса. Вот что бывает хаос возможностей, а бывает хаос смерти, обветшания, хаос разрушения, да? От чего зависит то, в какую сторону человек идет? Ну, как бы вроде понятно, от чего, однако все равно, почему подчас мы делаем выбор в сторону хаоса разрушительного, не видим этого созидательного. И вообще то, что бывает как бы хороший и плохой хаос, меня, честно скажу, это не оставляет. Вот видите, не сформулирован четкий вопрос, однако никак невозможно отказаться от того, чтобы не произмышлять об этом, что вот есть два разных хаоса, как будто бы с нами, в нас изначально. Вот такое высказывание, если хотите прокомментировать. Я не знаю про изначально, я могу попробовать произмышлять про наш опыт, нашей собственной жизни здесь и сейчас. Ну, во-первых, есть хаос, как распад. И хаос, как распад, есть темный хаос. Это когда мы выбрали, когда мы махнули рукой на все и отказались от попытки выстроить свою собственную жизнь, мир вокруг себя в соответствии с заповедями. Потому что, ну, если честно, я его перечитывал сегодня, готовясь, разные книжки и труды, и хаос, порядок, свобода, и может ли молиться современный человек. И там Владыка описывает, каким минимальным, минимальным должен быть христианин, какими минимальными качествами должен обладать человек, чтобы считаться христианином, неправедным, а просто христианином. Вот я, например, большей части этих качеств в себе не нашел. А это описывается как минимальный условий. Но есть хаос творчества, тот хаос, который знает любой художник, вступающий в пространство замысла. Он не знает еще, получится ли у него то произведение, которое он задумывает, будь то картина, книга или фильм. Но он предчувствует назревание образов, которые сами стремятся друг к другу, а он только орудие, он только тот инструмент, который позволит этим образом собраться воедино. И это, конечно, творческий хаос. Это тот хаос, с которого еще смысл не родился. Художник еще не догадывается, о чем он хочет сам с собой, с миром поговорить, а уже вокруг него сформировалось это клубящееся пространство, желающее гармонизироваться, то есть выстроиться в порядок. И он есть орудие этого будущего порядка. Поэтому я могу одновременно разрушать мир вокруг себя, не справившись с поставленной перед собой задачей быть человеком, быть христианином, а могу стать орудием, местом сборки, местом сборки тех смыслов, которые еще не вызрели. И мне кажется, что об этом хаосе Владыка в своей книге как раз и говорит. И это хаос с вами. Но ради чего рискнуть? Когда мы разрушаем, мы не рискуем. Мы гарантированно разрушим, если мы пойдем до конца. Никакого риска в разрушении нет. Риски есть только в созидании. Может не получиться. Может, но тогда мы встаем в позицию, мы делаем тот выбор, который делает в ожидании возвращения господина своего, раб, обладающий талантами. Один, если мы доверяем творцу, поставившему перед нами эту творческую задачу, рискнуть, попробовать. Не получится ни беда, беда, если не попробуешь. Или можем зарыть талант, потому что мы боимся этого господина. Мы вернем ему то, что он нам дал. Ничего к этому не прибавим. Лучше потерять, чем ничего не приобрести. Да, спасибо. Да, спасибо. У меня осталось со всех экранов. Отец Михаил, вы хотите сейчас присоединиться? Я с вами, я с вами соединился. Да, я тогда еще зачитаю, потому что у нас есть несколько вопросов. Вы начали с противопоставления реального и иллюзорного. Спасибо. Тема реальности очень характерна и для Владыки, так как только будучи реальными, мы можем встретиться с Богом. Что для вас значит быть реальным? Помогает ли вам встреча с хаосом стать реальными? Понять себя? Вот такой вопрос. Адресую Александру Николаевичу. Ну, есть представление подлинности и неподлинности, и он в беседе церковь и общества, рассуждая о молодежи и христианстве в наши дни, ну, уже не в наши, говорит так. Теперешняя молодежь требует, чтобы опытные переживания имела подлинность. Но понятие подлинности тут несколько расплывчатое, оно должно стать гораздо более определенной, чтобы повезти куда-то. Очень часто подлинности противопоставляют здравомоле, трезвость, истину, реальность. Подлинно то, что совершилось на самом деле. И я могу подлинно ошибаться. Я могу быть в состоянии подлинной галлюцинации. Подлинности, как таково, еще недостаточно. Опыт состоит не только из субъективной подлинности, и подлинность должна быть засвидетельствовать чем-то вне меня самого. А кто может вне меня самого засвидетельствовать мою подлинность? Только Христос. И в той мере, в какой я Христа не обманываю, в той жалкой мере, в какой я Христа не обманываю, я есть нечто подлинное, не иллюзивное. И в своем опыте, ну, каждый на своем месте, каждый в своей профессиональной ниши, каждый в своей бытовой жизни сталкивается с этим творчеством из хаоса, мне кажется, ежедневно, если он готов в этот хаос идти. И в этом смысле, я вспоминаю замечательный формулировок Честертона, весело идти в темноту. Некоторые идут в темноту, чтобы было пострашнее, некоторые боятся, не идут в темноту, но лишают себя возможности пройти насквозь и выйти к свету, а мы в слабой надежде на то, что все-таки у нас получится, идем в эту творческую темноту для того, чтобы выйти к свету. Но никакого другого пути к этой гармонии, кроме как через хаос. Хаос, рождающий смысл. Мне кажется, просто его нет. Да, спасибо. Есть еще один вопрос. вопрос высказывания. А может, нет плохого в кавычках хаоса в перспективе воскресения Христовой и жизни будущего века? Это, наверное... Поскольку мы живем... Да, но понимаете, в чем сидим? Человеческий язык слаб для того, чтобы давать любые определения в перспективе вечности. Поэтому, возможно, если, когда мы будем говорить на языке ангельском, не будет у нас противопоставления темного хаоса светлому, творческого хаоса, хаоса разрушения, потому что все и во всем Христос, но пока мы здесь и сейчас, мы, мне кажется, должны это определение производить, потому что иначе слишком запутаться. И творческий хаос, неразличимый от хаоса разрушительного, может нас далеко завести, и это уже будет наша ошибка. Это не то, что мы попытались создать из творящего хаоса новый смысл, и у нас не получилось и нас за это, простят, мы, может быть, даже по головке погладим, а это будет наш выбор. Мы говорим, да нету никакой разницы здесь и сейчас между творческим хаосом и хаосом разрушительным, темным. Мы идем, и мы молодцы. Повторяю, в перспективе Христа все спасительное. Но мы здесь и сейчас, и не учитывать этого, мне кажется, мы в своих разговорах не можем. Да. И есть что сказать о чем Михаилу? Дорогие друзья, естественно, в перспективе Божьей любви, предыдущего воскресенья из мертвых, Господь ототрет всякую слезу, но жизнь действительно реально драматична, в жизни действительно реально присутствует зло, другое дело, что промысл Божий и величайшее злодеяние, как смерть Богочленов на кресте притворяет радость нашего воскресения. Но будем реалистами, мир трагичен, мир лежит во зле. И мы не можем этого не замечать и не можем на это просто спокойно реагировать. Да. Есть просто вопрос, который прям как-то перекликается. И еще в Акафисте Пресвятой Богородице сатана назван тлителем смыслов, тление, искажение, ложь. Это же не хаос. Ложь это... Где же вы видели ложь не может быть хаотичной. Как только вы начинаете хаотически врать, вас ловят за. Ложь упорядочена как секретарное государство. В ней все подчинено хитрому замыслу, потому что вы должны посчитать 154 хода вперед, вы должны привести кривым путем к нужной вам цели. Нет, ложь это упорядоченное безобразие, это не темный хаос, а темный реакт. Да. Про ложь я очень хорошо знаю. Про истину я гораздо хуже, а про вот это все понятно. Да, ложь это упорядоченное безобразие, да, похоже на то. Я бы заметил просто, что длительным смысла богопротивник назван в том смысле, что сам Христос есть локус, и соответственно все, что противостоит ему, то и бессловесно, а у человека есть локус, есть смысл, есть душа, собранная по первообразу, по божественному локусу. Да. Спасибо. Мне кажется, что мы наш семинар сейчас подогрели смыслами и можем переходить к следующему докладчику Александру Александровичу Мелику Пашаеву с докладом «Хаос, красота и художественное творчество». Сначала я скажу пару слов об Александре Александровиче. Он является доктором психологических наук, профессором и главным научным сотрудником лаборатории психологии одаренности Психологического института Российской Академии Образования. Александр Александрович, передаю вам микрофон. Спасибо. А что, слышно? Прекрасно. Слышно, да? Да. Спасибо. Ну, прежде всего, маленькое уточнение. Правда, я уже думаю, что оно бесполезно из-за тысячекратного повторения, что я не профессор, как все остальное соответствует действительности. Видите, как у вас. Да, да, возвысить. Да, вы знаете, друзья дорогие, у меня трудность, конечно, которая часто бывает, когда говоришь после видео Владыки Антония, но это многие чувствуют. Казалось бы, с такой силой и полнотой сказано главное, что ты все время чувствуешь, что ты будешь только в каком-то ослабленном виде повторять в сущности то же самое. Но я постараюсь, может быть, и с его помощью фотографию достать. Во-первых, не очень много повторять и, может быть, чуть-чуть добавить из области собственных интересов. Вы знаете, мне вообще не приходило когда-то в голову, что вот рассуждать, что-то такое писать на тему хаоса. Хаос для меня был, ну, с одной стороны, это некое грандиозное экологическое образы всем хорошо известное. Есть хаос философов, правда, там он так и называется, абсолютное все, оно уже есть абсолютное ничто, и они взаимодействуют, из них все происходит. Вот, говорят, что плохо слышно, нет? Нет. Нормально? Очень прилично, да. Прилично, да. Наконец, хаос книги Ботия, о котором там, правда, это слово не употребляется, по-моему, Владыка говорит, творческое слово Божье из ничего породило хаос, а затем, следуя божественным указаниям, этот хаос стал раскрываться от славы к славе. Ну, и все это грандиозно и замечательно, но как-то было не очень понятно, какое это имеет отношение непосредственно ко мне, конкретному человеку, к нашей повседневной жизни, хаос, это вот то, что у меня на столе, хаос, скажем, это мешает мне работать, это я понимаю. А благодаря вот этим размышлениям и чтению книги Владыки что-то такое упорядочилось в голове. Ну, во-первых, я уже не буду повторять о том, как он раскрывает хаос творческий, хаос будущего, хаос бесконечных возможностей и хаос умирания и распада. Об этом поменьше постараюсь говорить. Знаете, кто много читал текстов Владыки, может быть, заметил, что очень часто о некоторых значимых явлениях внутреннего опыта он говорит, как это страшно и как это дивно. Вот эти два слова у него постоянно соседствуют. Наверное, в полной мере это можно отнести и к такому явлению, как хаос, и к его пониманию, и к какой-то степени в нашем понимании. Для меня он обратил мое внимание на два аспекта. Во-первых, хаос во внешнем мире, во-вторых, хаос во мне самом, в душе человечества. И второе, это хаос, который до, и хаос, который после чего. И они, где-то они переплетаются. хаос во внешнем мире и хаос во мне, это и в том, и в другом случае, это присутствие каких-то положительных смыслях, присутствие бесконечных возможностей, проявления, воплощения, которые могут не быть, могут не осуществиться, то, что уже не сбылось, и то, что могло бы быть, а может быть, еще и совершиться. как возможности обетования будущего творения, как постоянное становление, изменение, раскрытие новых возможностей, которые позволяют родить вот эту самую пляшущую звезду, как у них же сказано. Обычно переводят танцующую, но пляшущую, по-моему, больше как-то сильнее. И с другой стороны, который хаос, который после распада, который конец, крах, это может быть крах цивилизации, это может быть крах человеческого разума, крах таланта человеческого, из которого из этих обломков уже ничего нового вроде бы родиться не должно. Я тут вспомню опять того же самого Ницше. Томас Манн, когда писал о его болезни и смерти, он цитировал из Гамлета фразу «Ох, что за гордый разум сокрушен!» Это вот хаос и крах заболевшего и распавшегося сознания человека. И вот это не всегда в такой драматической форме происходит, но я бы этому противопоставил другую реальность. Вот перед нами маленький ребенок, очень маленький. В нем тоже живет хаос бесконечных возможностей. Ведь он гораздо универсальнее, чем тротый человек. Он еще не может ничего, но он еще может все. Он еще не лишился никаких своих возможностей. И не все они будут реализованы, но они в нем клубятся, и это очень чувствуется, когда имеешь с ним сделки. Конечно, с возрастом они неизбежно подсужаются, какие-то отпадают. кто-то из мыслителей сказал, что весь наш путь усеян обломками того, чем мы могли бы стать, чем начинали становиться. Но это неизбежно, рассказать пространские времени, земной жизни, полнота реализации в актуальном времени невозможно. Но очень важно, это я уже в область своих интересов перехожу, очень важно, чтобы эта изначальная универсальность, полнота богатых возможностей, еще не определившись, еще хороотически, чтобы она была поддержана, чтобы она была оценена, не уничтожена, чтобы не был заморожен океан, как об этом часто тоже говорит владыка, пользуюсь таким образом, сохранять ее как возможность растущего человека в той ограниченной области, в которой он впоследствии будет себя проявлять, родить вот эту самую танцующую или пляшущую звезду. И второе, что касается самого мира окружающего. Ведь наш мир для человека-творца он тоже предстает как некий хаос. Конечно, это не тот первичный хаос, из которого дворец большой буквы создает Вселенную, человек дворец маленькой буквы, он не творит из ничто, но все же сходство тут есть в таком отношении. как бы вторичный хаос в рамках как бы определившегося и как бы ставшего охотленного мира. Вот существует один и тот же для всех мир. Для человека, который одарен и направлен к творчеству и художеству, например, этот мир раскрывается как как бы это сказать ну как совокупность вещей во внешнем облике которых для него просвечивает и раскрывается их внутренняя суть, которые хотят быть воплощены в образы благодаря его творчеству. Помните, многое еще, наверное, хочет быть воспитанным голосом и вахмаками. Музыковед один очень интересный говорит, что для композитора все сущее хочет стать мудрой. То есть это некое идеологическое общение с живым миром, которое не проявляет, которое томится еще в потенциальности своих возможностей и через человека хочет раскрыться, освободиться и получить воплощение и оформление. Но это не только искусство касается. Вот скажем, если человек одарен и предназначен, пусть даже ребенок еще скажем, творчество математическому, то для него тот же самый мир, который для художника раскрывается как образы, бывшие внутренние душевные какой-то самоценные жизни, для него он математизирован изначально, это показывает интересных очень исследований. Это человек, который во всем ищет и находит этот слой количественных отношений, который вдохновляет его на его математическое творчество. Даже человек с будущим великого палеоархеолога, он с молодым во всем видит следы древней жизни, которые ему заявляют о себе о своей реальности, они хотят быть раскрытыми через его творчество, он делает свои открытия и свои находки. Вот это все бесконечное многообразие возможностей, оно таится под поверхностью такого вставшего и вроде бы одинакового для всех нашего мира. Вот как поэт говорит, скажи заветное слово, миром новым естествам всегда кликнется готовым на голос родственного. На голос того, кто хочет и способен реализоваться в какой-то определенной сфере, мир ему навстречу выдвигает вот этот слой возможностей реализации. И всякий творческий акт начинается с предчувствия чего-то непознанного, невыявленного, неоформленного, что еще ищет воплощение, что возможно в будущем еще не схвачены мысли, не воплощено выбрать, что таится под покровом вот этой нейтральной внешней действительности. Вот это чувство того, что что-то, что-то такое есть, что идет тебе навстречу, опять не поезд идет, не знаю сам, что буду петь, но так песни зрели, потому что похоже на то, о чем Александр Николаевич говорил сегодня. Это возможность творчества и творческой реализации того, что есть в человеке и выявление того скрытого потенциала творчества, которое есть в окружающем нас мире. И человек, который этому открыт, который не противится вот этому неведомому, неоформленному, непонятному, он, конечно, является потенциально творческим человеком. Это очень тут мостик строится к тому, как Владыка говорит о красоте. Если я еще не израсходовал совсем много времени, то я маленько как там у меня можно еще спокойно себя чувствовать? Есть время, да. Есть время, да. Вот когда мне казалось, что времени очень много в жизни и есть время даже читать классическую философию, то я тогда читал у Канта о том, что в его эстетике две категории существуют прекрасного то, что считалось эстетическим синонимом, хотя я думаю, что это не совсем так и возвышенно. И он говорил, что прекрасно то, при восприятии чего познавательные способности человека чувствуют себя хорошо, гармонично соответствуют друг к другу. Вот это он считал прекрасным, а возвышенное это то, когда человек встречается с чем-то превышающим возможностей, который рвет как бы возможности его воображения, непосильное, что-то огромное. Вот это он связывал с понятием возвышенного. Хотя я думаю, что как раз художественному творчеству глубокому очень большой, если не в большей даже степени имеет отношение вот к такой опыт. Когда человек стоит перед границей вот этого неоформленного таинственного мира, который не имеет образа, он призван каким-то все-таки образом, извиняюсь на повторение этого слова, как-то это все-таки оформить, вопротить и передать другим. Причем, если у Канта эта грандиотность, она была связана с океанами, бурями, галактиками и так далее, то, в общем-то, необязательно не в этом дело. Дело в том, что через воспринимаемый образ просвечивает что-то сверхобразное, что-то такое, что не появлено, не реализовано еще в жизни, таится в бедрах творческого хаоса. Это то, что человек призван вообразить, в смысле придать ему образную форму, сделать материю прозрачной для того, чтобы выступило то, что обычно мы не ездим. И я думаю, что красота, в серьезном смысле слова, это вот такой образ видимого мира, который ведет за его пределы. Красота, ну это, собственно, и Владыка говорит, что красота выражает предельный смысл сущность познания Бога. Даже вот так. И дело тут, конечно, не в грандиотности внешних каких-то форм, страшающих явлений, потому что, как говорит мудрец восточный, в маленькой песчинке великая гаула, как говорит великий поэт Руми, каждый предмет в мире тену и ночью не влияет Бога, просто одни это видят, а другие нет. И можно вспомнить тот пример, который очень часто Волик приводит, пересказывая роман, который я не читал, его поздно, изложение знаю, когда умершая женщина видит мутные воды тензий и при углублении взгляда она становится все прозрачнее и прозрачнее и великий божественный свет. Вот так в каждом явлении. Владыка как раз подчеркивает, что это может происходить при восприятии самых обычных явлений и жилья, совсем не того, что считается стандартным, красивым. И вот тут меня это очень радует, потому что это очень маленькая территория, где я могу сказать, что у меня был опыт, в общем-то, соответствующий тому, о чем говорит Владыка Антоний. Когда самое простое, совсем даже по обычным понятиям некрасивое лесочек может не просто, это очень трудно передать, оно может не просто светиться, вот как бы он некрасив, но в нем светится прекрасная душа. а именно и сама форма, почему-то, будучи такой же, ну так сказать, некрасивой, как и при обычном взряде, она начинает восприниматься как некая предельная красота человеческого лица. И не только лица касается, а любого предмета, на который такой любящий, проникновенный себя художник падает. И в заключении я опять вернусь к теме хаоса, и после вот тех грандиозных образов всемирного дела, гигантских мирового лица и так далее, скажу об очень простом, даже может смешно покажется. Неожиданный пример, касающийся игры дошкольников. У нас недавно обсуждалась и ощущалась одна работа по игре дошкольников. И там, конечно, человек не думал ни о хаосе, ни о вещах, которые мы сейчас обсуждаем, но что получилось? Если ребенку дается набор игрушек, ну, скажем, белый халат, там, игла, там, что-то еще, банка йода, он будет играть в больницу, во врачей. Если ему дают пистолетик, танк, там, пилотку, или что-то еще, он будет играть в больницу. А вот если ему дают набор предметов, которые ни к чему вроде бы не обязывают, ни к каким угодно другим, вот тут начинает проявляться творчество. Потому что в этом, ну, в каком-то, можно сказать, микро-хаусе, вот этих неопределившихся возможностей, он находит то, что свойственно ему и оформляет этот свой микро-хаус в какой-то творческой игре. И очень важно вот именно так вести воспитание, так вести развитие самых ранних лет, когда человек ставится перед некой неопределенностью, которая может проявить себя, когда он ставится не перед объясненной, понятной, ставшей в русло, загнанной какой-то действительностью, какими-то безусловными законами, формулами, правилами и так далее. Все в жизни в какой-то действительности. Но он должен стоять перед тайной, должен видеть, то есть в каком-то смысле, я позволю себе этот богословский термин, хотя я не богослов в квадрате в клубе, апофатическое. То есть образование, наука в какой-то степени они должны стать апофатическими. То есть они должны подвести тебя к той фирте, когда дальше неизвестность, когда дальше прежние способы объяснения не работают, когда дальше ты можешь проявить вот эту пляшущую виду, какую-то родить, с которой не могу применить. Ну вот простите за такое низко-мозаичное хаотичное выступление. Ну вот пожалуй это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо, Александр Александрович. И у нас появились вопросы. Как мы можем поддержать полноту возможностей у другого человека, не навредить ему, а помочь ему реализовать свои возможности, родить свою пляшущую видимо звезду? Если это идет речь о что, нормально все, нет? Да, да, все хорошо. Мне какая-то плашка появилась. Если речь идет о взрослых людях, то я сходу не смогу микровизировать, не хотел терять время, хотя, наверное, подумавшую что-то можно сказать. Но если мы говорим о ребенке, то это значит, ну конечно, в полной мере мы не можем универсальность поддерживать, как мы сами не такови. Но это значит, что ему любую область знания необходима, ему можно ее раскрывать не как что-то такое, что на него спускается, как некий закон, он должен посвоить и привнести, но как область, в которой ему есть место, в которой он может познать, реализовать именно себя. которое как бы это сказать, ну да, которое может стать для него полем его личной самореализации и который узнавая что-то, вот что я хотел поймать, когда узнавая что-то, он в то же время узнавал что-то и о себе самому. Я знаю, как и в какой-то степени в моей практике, а больше в практике у коллег ближайших, как это делается на материале художественного и в частности литературного развития ребенка. Я думаю, что специалист, который занял такую же позицию, он бы нашел возможность и любую область знаний раскрывать, как и сферу, во-первых, самопознания, и сферу, которая ждет твоих покрытий, твоего чего-то, кроме того, что ты должен усвоить то, что уже без тебя сделано, без облачения. Вот так бы я сказал. Да, но вот не кажется ли вам, что когда мы говорим о такой достаточно высокой планке творческого познания мира, то мы говорим об одаренном человеке. Каждый ли человек все-таки одарен? Действительно ли каждый ребенок таит в себе пляшущую звезду? Вот все-таки же есть наблюдение за развитием человечества? Я с удовольствием об этом поговорю, но я боюсь, что на это слишком надо много времени, но позицию я выражу. Вы знаете, ну да, ничего там стесняться. Я скажу, что одаренность нужно понимать не как свойство редких людей. Я понимаю, что один педагог замечательный говорил, что я понимаю, что не все равны, что не каждый все может, но пока я педагог, я запрещаю себя об этом думать. То есть у педагога должна быть позиция презумпции одаренности каждого человека. Я думаю, что это и есть печать человеческого, действительно, ну я не буду ссылаться на всем известный библейский описание того, как создается человек, чем он отличается в других человек, это творец с маленькой буквы, это не Леонардо да Винчи обязательный, Матерс обязательный, а это именно человек по принадлежности к роду человеческому. То есть он несет в себе то изначально, что просит реализации, что он должен жизненно существовать. И когда мы так подходим, то процент так называемый процент одаренных детей, он конечно будет совсем не таким, как принято считать. Так что я думаю, что в принципе одарен каждый. Не в том смысле, что равны ли они достигают одной высоты, это ведь не важно. Это не важно. Если художник сделал то, что мог только он, то уже никакой нормальный человек не будет его примерять или фирмбрантов, он сделал то, чего другой никто сделал не мог. Это реализация творческого потенциала человека, как представители рода человечества. Вот такая позиция. Как это делать в каждом конкретном случае, надо обсуждать. Да, спасибо. отец Михаил хотел тоже... Я тоже глубоко убежден, что если Господь Бог творец, то человек как образ тоже является творцом. И это касается не только людей специфических творческих специальностей, поэтов, писателей, художников, музыкантов. Каждый человек работает над собой. Каждый человек творит свой мир. И творя свой душевный, духовный мир, человек еще преображает пространство вокруг него. Поэтому творчество это действительно одно из определений человека, одно из определений личности. Конечно, Михаил, безусловно, причем, конечно, когда я делаю что бы то ни было, я в то же время парю себя самолом. Это особый вопрос, сейчас не рискну в эту глубину залезать. Но это безусловно не так. И мне кажется, у нас есть очень интересный комментарий. Мне кажется, Владыка противопоставляет не столько хаос, творческий хаос, разрушительный, творческий хаос и хаос-разрушительный, сколько хаос и порядоченность, которая признак безжизненности. Есть ли у вас комментарий к такому интересному размышлению, что порядок не так уж и хорош, что это признак безжизненности? Конечно, Владыка явно противопоставляет творческий хаос и разрушение, но и с упорядоченностью есть вопрос. Он это сравнивает, как я уже говорил, с замораживанием океана, чтобы он беспокойство никакого не причинял. Но в то же время и он говорит о том, что процесс-то все-таки в том, что мы из этого хаоса извлекаем что-то, что оформляется. Правильно? Мы же не просто пребываем в этом хаосе испытываем некое удовлетворение от того, что там все возможно. Каждый человек что-то такое более или менее успешное, более или менее полное воплощает. То есть это постоянный переход из вот этой бесконечности возможностей в такую же, наверное, бесконечность оформления, которая никогда не окончательна, что тоже очень важно. Потому что если я что-то такое там изобрел или сделал, и потом я начинаю всю оставшуюся жизнь защищать, вот это сделанное, шлифовать детали и не допускать того, что следующий шаг может вообще как бы снять, не уничтожить, а снять мои достижения и пойти куда-то дальше что-то я тут. Я не думаю, что порядок он всегда это слово наделяет каким-то негативным вкусом. Так и так, так же как хаос может быть хороший, плох, так же и порядок может быть и меропичиной, а может быть и результатом некоторого творчества, которое никогда не является концом. Может быть этот переход от хаоса к порядку является какой-то гармонией, вот это промежуточное состояние, когда ты упорядочиваешь хаос и бесконечное взаимоотношение хаоса и порядка хаоса. Думаю, что да, конечно, но это именно процесс, это не то, что я сделал и на этом все кончится. То есть мои возможности могут не счастливаться, но я должен понимать, что это все какой-то момент всеобщего движения. Да, и есть еще один вопрос, спасибо большое, Александр Александрович. Я хочу просто еще спросить, Александр Николаевич Архангельский, если вы хотите сделать комментарий, а то мы вас так отключили, макините мне или махните, ладно? А, вы можете включаться. Как мысль митрополита Антония о том, что в выборе нет свободы согласуется с выбором развития потенциальных возможностей в творческом хаосе? Если можно, просьба к докладчикам прокомментировать трудную мысль об отсутствии свободы в выборе. Я понимаю, наверное, это может быть сейчас Михаил как-то ответит гораздо более глубоко, но, как я понимаю, Владыка Антония, он говорит, что возможность выбора между добром и злом это не свободно. И то, что возможность выбора и поиска вот это мой путь, это не мой путь, прав ли я, удачно ли я воплотил в свое какое-то замысло произведение, не об этом речь. Вот когда человек может пойти к Богу, может пойти от него, когда может согрешить, и считает, что это выбор, что свобода в том, что я могу выбирать между грехом и добродетелью, в этом смысле, наверное, пораженное вот это больное место свободы и выбора, которое в грехопадении обозначилось. Я бы тоже добавил, что свобода выбора это свобода нас, как рабов греха и рабов незнания, а свобода выбора любовь, выбора свет, это свобода нас, как рабов Божьих, тех людей, которые уже работают к Богу. Но, конечно, как замечательно, что из хаоса, из потенциальной возможности из целого поля жизни, у нас очень-очень много дорог, очень много выходов, очень много ситуаций, которые действительно расширяют границы нас, как людей, как личности, потому что у нас 10 тысяч вариантов из сегодняшнего вечера. Да. Сценарий... Я помню одного замечательного философа, уже умершего, который часто вот этот образ и идею развивал. о том, что существует много ворот, что истина едина, а входов много. Как он говорил, только важно не застрять в этих воротах, а пройти внутрь и подниматься уже туда, где разные пути, разные пути достижений, разные пути творчества конвергируют и сходятся в единую точку, приближаясь к Господу. А вот еще мне кажется невозможно не зачитать, потому что человек так творчески осмыслил то, с чего мы начали, в общем, с вашего примера про помидоры. Как может творчески реализовать себя человек, которому приходится сортировать помидоры? Пример отца Михаила в начале. Как встретить творческий хаос в рутине, в монотонном труде? Мне кажется, замечательный вопрос. Простоющий ответ молиться во время сортировки помидоров от людей, которые будут покупать и употреблять в аппарат. Вы знаете, это тоже... Сейчас я дам слово и Александру Николаевичу, и Александру Александровичу. Позвольте, Александру Александровичу сначала. Да? Я думаю, что, в принципе, это очень такая опасная позиция думать, что есть творческие профессии и нет творческой профессии. Вы знаете, можно заниматься музыкой, можно заниматься философией и при этом по существу творчески себя в этом не находить, не раскрывать. И так же, как показывают труды, честно, эту тему не затрагиваем, труды тех, кто терапией творчеством занимается, они показывают, что практически во всех формах жизни и деятельности может найтись этот творческий аспект. Он не всегда может приводить к тому, что создаются какие-то памятники и произведения, которые через 10 тысяч лет вспоминают. Но для самого человека это момент творчества и, соответственно, его самоощущение в жизни будет. Самоощущение творческого человека. Да, да, извините, что я врываюсь, потому что просто хочется добавить, вот мне кажется, что мы так редко поддерживаем как сообщество человека, который сортирует творческие помидоры, что у него нет ценности, потому что не хватает, может быть, какой-то внешней поддержки. Мы же все восхищаемся человеком творческим, как бы, который творческой профессией занимается, художник или музыкант. У него как будто изначально есть чуть больше права на творческую личность, да? очень больной вопрос. Мы не только сортировщика помидоров, мы учителя по существу не считаем настоящего творческой личности и преподавания как творческую профессию. Мы ждем от учителя такого творчества. Мы ждем, что он других делает творческими, а от него, собственно, статус учителя в педагогической профессии, он не творческий. Музыкант, да, изобретатель в какой-то степени да, а педагог, вроде бы, нет, массовый профессия. По-настоящему говоря, это может быть высшая форма творчества, потому что он не создает произведений, его имя не будет сохранено, может быть. Но он, мой, как глупо говорит, что он создает людей, но он создает возможности творчества в своих учениках. Это очень важная вещь в нашей области. Именно статус педагога как представители высочайшей творческой профессии. Да, спасибо. И Александр Николаевич, вам. Ну, с одной стороны, я, безусловно, согласен с Александром Александровичем, что учитель это очевидным образом творческая профессия, но все-таки я бы сказал, что по моему жизненному опыту есть профессии нетворческие, и эти профессии не дают человеку возможность, как правило, самореализоваться. Я знаю мою маму, которая работала машинистом, и это ужасная профессия. И поэтому, и слава богу, что эта профессия исчезла, и что ей просто не осталось места в нашем профессиональном мире. Более того, я уповаю на то, что значительная часть вот такого рода омертвевающих человеческий труд профессии исчезнут благодаря алгоритмам и роботизации жизни. Другой вопрос, поэтому я бы поставил вопрос по-другому. Правда ли, что в жизни невозможно реализоваться, если у тебя нет творческой профессии? Неправда. Просто, к сожалению, и это драматизм нашего мира, и даже, я бы сказал, трагизм, о котором говорил отец Михаил, неизлечимый, к сожалению, видимо, до конца, но сужаемый трагизм нашей жизни заключается в том, что огромное количество людей должны отрабатывать на умертвляющих их работах и реализовываться за пределами этих работ. И это не обязательно переборщик помидоров, потому что как раз перебирать помидоры довольно живое занятие, потому что помидоры живые. офисный планктон, исполнители, в общем, есть такие продукты, давайте не будем себя обманывать, такие профессии есть, но из этого не следует, что человек не может себя реализовать за их пределами. Ту часть жизни, которая все-таки после восьми часов работы у него остается, а даже если так жизнь сложилась, что он проработал на чужом для себя месте, не дающем реализации никакой, никакого душевного, духовного роста, то в конце концов став дедушкой и бабушкой, этот человек может найти себя во внуках и продлиться, прорасти, творчески раскрыться через них, и это не срок дожития, а третий возраст. В общем, что? Мир несправедлив, социально устроен довольно жестоко, но даже несмотря на это можно творчески раскрываться за пределами профессии. Да. Да, нельзя говорить, что в каких-то алгоритмизированных действиях, профессиях человек также проявляется творчески, реализует себя, безусловно. Ну, какое-то есть, может быть, это очень высокое требование уже к человеку, какое-то есть отношение к ситуации, которое скрадывает вот эту вот роботизацию человека. Есть такая книжка, конечно, о ней рассказать. Что-что? Нет, я хочу сказать, что в жизни да, этот человек реализуется хотя бы в том, честно или нечестно выполняет он свою работу, но умерщвляющие профессии есть, я их видел, увы. Наверное, наверное, я тут вспоминаю человека с такой диковинной фамилией, очень известного, Чик Сент-Михайи, его «Психология и потока», где он показывает, как человек простейших рутинных профессий может быть творчески удовлетворенным. Ну, все-таки это было связано, наверное, не с профессией машиниста, но, в общем, это особо... в ремесленном, да, в ремесленном вы проявляете себя, в крестьянстве вы проявляете себя, новый мир создал как унижающий человека бессмысленностью производимых им действий профессий, к счастью, эти профессии будут потихонечку исчезать. Простите, я в торце. У меня было одно добавление, персонаж одной комедии говорил, мускусчиком я работаю и за денег, основное призвание пения. Действительно, есть безобразные калечащиеся профессии, но человек действительно может себя реализовать как христианин и вне профессионального поля. Будем оптимистами. Да, будем оптимистами. Есть у нас два комментария, мне кажется, очень они скрасят наш семинар. Спасибо, Александр Александрович, за интересные мысли. Вас прекрасно было слышно за 3000 километров от Москвы в Новосибирске. И, мне кажется, этот комментарий просто открывает новый формат наших семинаров, потому что мы никогда не встречались с людьми, которые живут дальше, чем Москва или, может быть, Санкт-Петербург, может быть, только на конференциях, а на семинарах, конечно, ограничена наша аудитория. Есть подпись там, есть? Нет, нет подписи, но я думаю, что человек, который написал, может подписаться. И вообще, если есть люди, которые действительно... Потому что там у нас друзья есть, может быть, я знаю, кто это. Да, да. Можете написать, из каких вы городов сегодня участвуете в нашем семинаре, потому что мы очень надеялись, что выйдем за пределы нашей обычной московской аудитории. Кроме того, у нас есть очень, мне кажется, хороший комментарий про то, что человек сортировал такие помидоры в своей жизни, посвятив это занятие близкому человеку, который был серьезно болен, и это был один из самых творческих моментов в жизни. Вот так мы даже попали в аудиторию. Ну что, мне кажется, я должна передать микрофон Наташе, потому что наш семинар подходит плавно к завершению. Наталья Ликвинцева, вы с нами? На связи? Наташа? Я попрошу тебя полагать. Мне кажется, может быть, у нас еще осталось немножко времени на вопрос, потому что, может быть, еще у людей есть вопросы вот именно ко всем докладчикам по всей структуре семинара, и если можно, вот я пока, воспользовавшись моментом, задам такой вопрос, потому что мы действительно интересно очень рассмотрели эту тему с разных сторон. Начали вот со свободы, отец Михаил, да, потом с реальности и подошли к красоте. Но вот у меня такой вопрос, именно мы говорим о хаосе, о борьбе с хаосом, о творческом хаосе, как о раскрытии возможностей и говорим с точки зрения христианства, с точки зрения христианина. Сейчас идет Великий пост, да, и это время такое аскетического делания. Как соотносится вот с этой темой хаоса, творческого хаоса и раскрытия возможностей тема аскетики, которая вроде бы как раз вот это сужение возможностей, восстановление ограничений. Можно ли воспринимать и реализовать аскетические упражнения творческие? Это, наверное, к отцу Михаила больше. Аскетизм и творчество. Дорогие друзья, аскетизм и свобода. Аскетизм предполагает ограничение, самоограничение в том, что моя свобода это не вседозволенность для меня, это то, что я выбрал сам свободно и мой свободный выбор предполагает то, что я реализую свонаправленность к Богу. То есть ограничиваю себя в том, что к этой цели меня не ведет. Ограничиваю себя в том, что этой цели препятствуют. Я не знаю, если бы отец Михаил согласится или нет. Мне кажется, что аскетизм это в общем-то путь сотворения самого себя. Конечно, работать над собой, как можно не работать над собой и ждать какого-то духовного результата. Правда? Если я хочу выучить английский язык, как наш преподаватель английского языка Анастасия, то бесполезно под подушку засовывать учебник английского языка. Надо посвящать этому время и силы. Если я хочу приблизиться к Богу, надо работать над собой, над своими ошибками. Да, я знаю просто это тысячекратно повторенная форму, что работа вот такая духовная работа над собой, это художество и художество, это наука и наука. Так что тут как раз творчество, оно в полной мере просто это может быть самый трудный путь и не очень такой эффектный вовне до какого-то момента. Что-то Александр Николаевич хочу сказать. Да, Александр Николаевич, я все хочу дать слово, да? Да, ну у меня поскольку я про цифровой мир, поделюсь опытом аскетического упражнения в сетевом пространстве. Поскольку сетевое пространство, я повторяю, я не разделяю точку зрения, что есть какой-то отдельный реальный мир и какой-то отдельный виртуальный мир, это все реальный мир, но есть особенности. Входя в сети, мы ощущаем некоторую развязность собственную, потому что мир в большей степени анонимный, и возникает иллюзия, что ты разговариваешь не с человеком глаза в глаза, а с кем-то абстрактным, и поэтому там гораздо больше агрессии, раздражения, удержаться очень сложно. А уходить из цифрового мира я не хочу. Поэтому что я делаю? Когда у меня есть короткое время, чтобы зайти в сеть, я пишу какой-нибудь раздраженный длинный комментарий, стираю его и не публикую. Мне кажется, это очень хорошее упражнение. А очень трудно не нажать на кнопочку на то, чтобы опубликовать, потому что хочется туда встрять, нет. Так что можно и там упражняться. Спасибо. Извините, я так в сторону. Добавление, мне кажется, очень творческая возможность. Кстати, нам написали, что нас слушают и смотрят в Гусе Железном Рязанской области, в Екатеринбурге, в Ярославле, в Челябинске. Вот, я считаю, это просто здорово. Мы очень рады, что Санкт-Петербург. Наташа, есть ли у тебя еще слова? Ну, мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем сегодняшним участникам, потому что действительно получилось очень, очень интересно, очень живо и очень необычно. То есть, такое преодоление хаоса и приобщение к творческому хаосу одновременно. И мы действительно рассмотрели эту главу с каких-то очень разных аспектах, очень разных точек зрения. И мне хотелось бы еще раз вспомнить о том, о чем говорил Александр Николаевич Архангельский, да, о вот этом христе, о том, как быть христианином вне храма и как нам сохранять единство вот в этих условиях пандемии, да, карантинов, разъединенности того, что вот мы сегодня не смогли собраться в одной аудитории, но зато вдруг смогли подключить людей из Новосибирска и других городов. Да, вот используясь, воспользоваться всеми этими творческими возможностями, которые нам предоставляют ситуации, когда вроде бы мы оказываемся ограниченными и отсеченными от каких-то своих обычных возможностей. И мне кажется, вот о чем, к чему все время подводит Владыка во всех своих размышлениях, в том числе и о творческом хаосе, о хаосе, как вот этом поле возможностей, это к его постоянной теме, теме встречи, теме возможности, как возможности увидеть другого, увидеть себя настоящего, увидеть Бога и встретиться. И поэтому может быть один из самых главных аспектов вот этой же темы творческого хаоса, хаоса как поле возможностей, это творческое видение другого, способность увидеть, слушаться, понять. И поэтому мы посмотрим сейчас еще раз завершение еще один отрывок Владыки Антония именно о вот этой способности слушать и слышать. И чтобы мне потом уже просто больше здесь на себя внимания обращать, мне бы хотелось сказать, что если наши возможности вернутся к прежним, да, и следующий семинар пройдет уже не онлайн, а офлайн, то мы встретимся с вами в Доме Русского Зарубежья 20 мая и будем обсуждать еще одну главу из этой замечательной книги. Спасибо. Спасибо. Владыка Антония. Сейчас я воспроизведу видео, я прошу прощения, если будут какие-то небольшие технические заведения. И не могу не прочитать, что нас сегодня смотрели еще из Израиля, из штата Кентукки, из Екатеринбурга много людей, из Пушкина, ну и из Москвы тоже смотрели. Класс. Очень приятно на этом. Так, сейчас я буду с вами делиться, может быть, вы немножко увидите мой компьютер. Сейчас, секундочку. Я переживаю. Думаю, сейчас вы еще ничего не видели. Сейчас. Начинаем. видно, да, все, у кого включен микрофон? Появилось видео? Да. Ага, отлично. Что же сделать для того, чтобы была возможность установить связь между людьми? Даже начиная с тех людей, которые нам близки и дороги и приемлемы. Я сейчас не говорю о громадных подвигах, но о том, как мы проходим мимо друг друга. Одна из причин, как мне кажется, почему мы не умеем встретить человека, заключается в том, что мы так или заняты собой, что мы не замечаем человека, или что каждый человек для нас представляет в какой-то мере задача или опасность. когда я был мальчиком при трудных обстоятельствах ранней эмиграции, я переживал людей как опасность. Мне казалось, что весь мир это джунгля, которая населена дикими опасными зверьми, которые все готовы меня растерзать. И что единственное, как можно прожить в этой джунгле, это научиться стать бесчувственным, каменным. только когда мне открылось Евангелие, мне тогда было 14 лет, вдруг у меня переменилось отношение к окружающему миру. Я помню, как, прочитав первую страницу Евангелия и пережив нечто, чего я никогда в жизни переживал, я потом сидел некоторое время и думал, если Бог так любит всех, то для того, чтобы быть с Ним, я должен быть готовым так их любить, как Он. Что бы они мне не сделали, я буду их любить. Пусть они меня растерзают, пусть они меня отвергают, а я буду их любить, потому что я хочу быть с Богом. Это был детский подход, может быть, детская реакция, но вместе с этим это говорит о том, что то, что мне мешало в людях, которые вокруг меня были, видеть людей и переживать их как братья, как сестер, как людей, которые нуждаются, может быть, во мне, которые могут быть страшными, а вместе с этим, которых я могу не бояться, в чем же было дело? То, что все сосредоточено было в моей личности. И мне кажется, что часто мы не можем встретить друг друга, я сейчас говорю не о Боге, а о человеке, потому что мы так заняты собой, что мы не можем видеть другого. вы, наверное, замечали, как иногда разговоры бывают впустую. Мы находимся с человеком, он с нами говорит, и мы не слышим того, что он говорит. Не только потому что мы думаем свои думы, а потому что мы пока он говорит свое, думает о том, что я могу на это ему сказать, как я могу отозваться, как я могу ответить ему. И в результате мы не слышим его слов, а только ищем ответ на слова, которые мы не слыхали. Я помню, как разговаривали с детьми, они хотели какую-то иллюстрацию на то, что я сейчас взрослым языком старался вам передать. Я ему сказал, представьте, что ты пошел в зоологический сад, смотришь, в клетке ходит тигр, и ты восхищаешься, какой он прекрасный, какая мощь, какие краски, какое страшное выражение его морды. И ты можешь находиться перед этим, восхищаться, и ты не можешь даже оторваться от того, что ты видишь. А представь себе, что вдруг клетка откроется и тигр окажется на улице, на дороге вместе с тобой. Неужели ты будешь продолжать видеть его красоту? Нет. Ты убежишь как можно скорее. Потому что в тот момент тигр уже будет не красота, а опасность. И вот это нам мешает часто встретить другого человека. Мы могли бы в нем видеть ту красоту, которую в нем видит Господь. Потому что Господь, когда глядит на нас, видит в нас ту глубину, где отпечатлен его собственный образ. Он не видит наших добродетелей, которых может не быть. Он не видит наших недостатков. Он видит эту неотъемлемую красоту. Я думаю, что это мы должны запомнить в наших взаимных отношениях людей с людьми. Но относится ли это каким-то образом к Богу? Конечно, относится к Богу. Потому что мы к Нему приходим большей частью со своими заботами, со своими тревогами, со своими проблемами. Мы не приходим в первую очередь к Нему, а мы приносим Ему самих себя. Может быть, то, что я говорю, кажется несколько странным, но мы приходим к Богу со своими проблемами, со своими задачами, со своими мечтами, желаниями, страхами. А к Нему ли мы подходим? Он для нас часто бывает, когда мы молимся к Нему или о Нем думаем, часто Он бывает для нас только источником для нас возможной радости, возможного спасения. Но хотим ли мы Его встретить, каким бы Он ни был? Как Судью, как Спасителя, кем бы Он ни был, я хочу Его встретить, во что бы ты ни стала. Итак, на этом я думаю, что мы подходим к завершению. Сейчас прозвучит молитва и прежде я хочу поблагодарить Александра Александровича еще раз за участие, Александра Николаевича за живое взаимодействие с нашими вопросами и Александра Александровича за ответы и отца Михаила, который открыл наш семинар и он же его завершает. Спасибо всем. Дорогие друзья, я хотел бы всем участникам семинара, всем тем, кто нас еще только увидит, пожелать здоровья и физического, и душевного, и духовного. И, конечно, благодарим Господа Бога, который даровал нам Владыку Антония, земной Владыки, завершилось, но Владыка не только живет, Владыка еще нам дарит свое слово, дарит свои новые книги. Это подлинное торжество жизни Владыки. И благодарим Господа Бога и молимся, чтобы в том числе и по наставлению Владыки в нашей жизни был подлинный смысл, чтобы мы учились в нашей жизни Бога прославлять, о Боге радоваться и за все Его благодарить. Спасибо. Спасибо. Завершаем нашу встречу. Всем спасибо большое. Спасибо.